Антикриминальная кампания, развернувшаяся в стране после трагедии в Кущевской, получила логическое продолжение в другой проблемной точке, в городе Гусь-Хрустальный. Там задержали главаря преступной группировки, несколько лет терроризировавший город. Под стражей оказались его подручные. Все это время бандиты оставались безнаказанными благодаря покровительству сотрудников милиции. Вот сегодня стало известно, что против милиционеров заведено несколько уголовных дел. Роман Соболь с подробностями. Отряд милиции особого назначения едет по улицам Гусь-Хрустального. Еще раз изучают личные дела подозреваемых, запоминают фотографии. В салоне микроавтобуса звучит легкая музыка. Кажется, приехали на место, но придется подождать. Машина подозреваемых стоит у подъезда, а сами они еще не вышли. И вот сигнал к атаке. На снегу трое мужчин. Лежат тихо, послушно и выглядят совсем не страшными. Быстрее! Лежим на месте! Руки подчиняем! Фамилию громко! Марков. Владимир Марков, 41 год. Кличка Маркелых. Предполагаемый лидер преступной группировки. Рядом его ближайшие подручные Андрей Покровский и Николай Ходус-Васько. Их банда терроризировала местных предпринимателей. Вот нелеткое для Гусь-Хрустального видео с камеры наблюдения. Ночь, улица, фонари, правда, не горят, а вместо аптеки витрина магазина. Коктейль Молотова, вспышка, все. Коммерсант, не заплативший дань, наказан. Следствие не ведется. На протяжении, вот я занимаюсь предпринимательской деятельностью, с 93-го года обворовали грабельную я 4 раза. Никаких, то есть действий никаких не ведется вообще. Бизнесмены уверены, бандиты и милиция Гусь-Хрустального давно живут душа в душу. Рекетеры избивали должников бейсбольными битами на глазах наряда ППС, а стражи порядка не вмешивались. Заявления от граждан, ставших жертвами вымогателей, не принимались, уголовные дела разваливались. Дальше больше. Убили некоего гражданина Лопаткина. Свидетели были, они звонили в ближайшее отделение. Но начальник дежурной смены сделал все, чтобы замять дело. Получив во время дежурства телефонные звонки от очевидцев совершенного убийства, он не направил на место преступления наряд милиции, а впоследствии, пытаясь скрыть свое бездействие, уничтожил аудиозапись телефонных сообщений. Крепкая дружба криминала и местных законников могла бы длиться и длиться, но случай вмешался. После страшных событий в Кущевской, где милиция тоже прикрывала бандитов, в стране поднялась волна возмущения. Жители Гусь-Хрустального пожаловались лично премьеру Путину. В город приехал глава Следственного комитета Генпрокуратуры. Уже отстранены от должности начальник районного УВД Николай Гарькин и его зам Насыбуллин. А может, отставками дело не ограничится. Инициировано нами уголовное преследование в отношении должностных лиц за халатное или по фактам халатного отношения непринятия меры. Таких четыре материала мы направили. Также в Следственный комитет. В итоге местные криминальные авторитеты лишились былой неприкосновенности. В банде Маркела задержано уже девять человек, но это капля в море. Есть данные, что Гусь-Хрустальный поделили четыре группировки. И названия их известны. Восьмерочные, эстакадочные, 56-е и вулкановские. У них тоже хватало покровителей в разных ветвях местной власти. Роман Соболь, телекомпания НТВ, Москва, Гусь-Хрустальный.